Ты достоин и слава Бог вечности, Господь неба и земли Тайна сокрыта в Тебе, Бог Израиля Да придет царство Твое Воля да будет Твоя Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий Царь Увидит вся земля Славу вечного Царя Адонай, Адонай Ты боится все Скажи за земля Адонай, Адонай Ты один есть Бог Ты один есть Сарь Адонай, Адонай Ты один есть Сарь Адонай, Адонай Ты один есть Сарь Адонай, Адонай Адонай, Адонай Ты один есть Сарь Адонай, Адонай Ты боится все Скажи за земля Адонай, Адонай Ты один есть Сарь Ты один есть Сарь Ты, Господь Ты Господь Ты Господь Ты Господь И земли Ты наш Бог Нет другого Как день Ты Господь Давайте смесь Ты Господь Мы поклоняемся тебе, Божише Нет другого Ты Ты Господь Ты Господь Ты, Господь, небо и земли Ты наш Бог, небо и голод, как ты Ты, Господь, небо и земли Еще, еще, упал, ты, Господь Ты, Господь, небо и земли Ты, Господь, небо и голод, как ты Ты, Господь, небо и земли Ни наш дом, ни лукова, как ты. Адонай, Адонай, преклонится все с конца земля. Адонай, Адонай, ты один вечно, ты один вне царя. Адонай, Адонай, преклонится все с конца земля. Адонай, Адонай, ты один вечно, ты один вне царя. Адонай, Слава, Слава тебе, Иисус. Ты даешь силу мне, если я утомлю. Если потух огонь, ты со мной, Бог. Ты даешь криво с ним, если я издену. Если нет силы встать, ты со мной, Бог. Ты даешь силу мне, если я утомлю. Если потух огонь, ты со мной, Бог. Ты даешь криво с ним, если я издену. Если нет силы встать, ты со мной, Бог. Я надеюсь на тебя, поднимая крылья, но побегу и не устану. Я пойду и не утомлюсь. Я пойду и не утомлюсь. Ты даешь силу мне, ты даешь криво с ним, если я утомлю. Если потух огонь, ты со мной, Господь, Бог. Ты даешь криво с ним, если я издену, если нет силы встать, Ты со мной, Бог. Я надеюсь на тебя, поднимая крылья, но побегу и не устану. Я пойду и не утомлюсь. Я надеюсь на тебя, поднимая крылья, но побегу и не утомлюсь. Я пойду 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 и не утомлюсь. Порю без тени страха, Покоюся в твоих обетованиях. Ты мир во мне хранишь, Ты силы обновляешь, Ты Бог гемануешь, Все в руках твоих распарив, Стреляя в бою без тени страха, Покоюся в твоих обетованиях. Ты мир во мне хранишь, Ты силы обновляешь, Ты Бог гемануешь, Все в руках твоих распарив, Ты мир во мне хранишь, Все в руках твоих распарив, Ты мир во мне хранишь, Все в руках твоих распарив, Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Я, ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь, ты, Бог, обмануешь. Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Я, ты мир во мне хранишь, ты силы обновляешь, ты, Бог, обмануешь. Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Надеющийся на господа Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Расправим крылья я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. Расправим крыльям я, по любви стен и страхам, покроюся в твоих огнетах. И вот меня призвал Ты, мне не пройти их без Тебя. Но вера крепнет в океанах, там явишь мне Господь Тебя. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я, словно, Тебя смещу. В душе моей Ты дашь покой, ведь я в Тебе, а Ты во мне. В причинах больше благодати, Ты, рукой своей, меня спасёшь. Где страх объявлен, не заборит, Ты не подводит и не подведёшь. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я, словно, Тебя смещу. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я, словно, Тебя смещу. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я, словно, Тебя смещу. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я, словно, Тебя смещу. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин Девушки отдыхают Я имя Бог Твое зову И взгляд я словно Тебя смещу В душе моей Ты дашь покой во время бурь Ведь я в Тебе А ты во мне Сегодня немножко непростое служение И это служение Я понимаю, что оно особенное все равно для нас И для меня немножко сложно, наверное, говорить церковь сегодня Потому что наш епископ и духовный отец, он ушел в вечность Буквально недавно мы разговаривали с Григорием Палычем И это было в пятницу Я ехал с Киева туда-обратно Я встречался там И знаете, много есть вопросов по служению Много есть вопросов будущих планов И когда я ехал в Киев, у меня было много планов Что бы хотелось бы сделать в будущем И детском лагере, и о пасхальных служениях для деток Много-много вопросов, которые решали мы Говорили, размышляли И по дороге обратно Бог положил мне на сердце Я позвонил Григорию Палычу Мы разговаривали с ним И он говорит Как сейчас церковь Как объединение Как служение Он бросал, как всегда Бросал вызов Знаете, он удивительный всегда человек был Когда мы встречались с ним И собираются постарав служителей В комнате у него там В кабинете он иногда спрашивал Сколько вы молитесь? Сколько вы молитесь? Так, а ну-ка, жить Давайте признавайтесь Скажи, сколько молитесь? Полчаса молитесь, че нет? И все ж такие Ну да Час молитесь или нет? Ну Больше надо молиться, скажи Больше, скажи Я вон 4 часа молился В прошлое, вчера он 8 часов с Богом провел И сколько помню Сколько мы встречались И сколько мы общались Всегда это было время молитвы Всегда это было время благословения Всегда это время разговора о Христе О служении О чем-то, что должно большим стать Немножко больше в нашей вере Немножко больше в нашем посвящении Немножко больше плода для Господа И открыть новую церковь Помочь построить молитвенный дом И обратно по дороге мы разговаривали О новых Санжарах О строительстве церкви У пастора Олега О том, что пришел этап строительства крыши И мы разговаривали об этом И он делился своим сердцем И было видно о том, что сердце человека Оно думает о многих людях Оно думает о деле Божьем Оно думает о славе Господа О том, чтобы больше Христа было в нашей жизни Больше посвящения было в нашей жизни И знаете, это драгоценно Такие люди являются Наверное, редкостью в нашей жизни Эти люди являются такой духовной глыбой Большой духовной глыбой Это Божьи люди Которые являются таким мощным, сильным Божьим просто действием В наших сердцах и в нашей жизни И то, что наш епископ, он ушел в вечность Сегодня он вечерится Христом Он получил свою награду Это говорит о том, что этот этап жизни Он совершился Он совершился И Слово Божие говорит нам Течение совершил Что дальше? Веру сохранил И готовится венец нетленный Возлюбленные Эти люди являются ключевыми в нашей жизни И духовными наставниками для нас Они влияют на всю нашу жизнь Они являются примером Посвящения, служения, жертвенности Любви к Христу И Не знаю, мне сегодня больше, конечно, хотелось Просто провести время в молитве Чем проповедовать Но я хотел бы Утром я проснулся И в это непростое время Когда близкий человек Духовно близкий человек Он уходит Бог положил мне на сердце Говорить о некоторых вещах Которые являются ключевыми Все-таки в нашей жизни Важными в нашей жизни И Они являются Где-то основанием Которое заложено Божьими людьми Для нас Я хотел бы Проповедовать на тему Здесь на земле Ты дома Или в гостях Здесь на земле Ты дома Или в гостях Я хочу именно об этом Говорить сегодня Потому что думать Что это одно из Важных вещей О которых нам надо Размышлять Вникать И давайте мы откроем Местописание Иисуса Навина Первую главу Иисуса Навина Первую главу Она начинается Книга Иисуса Навина Мужа Божьего Начинается с таких слов По смерти Моисея Раба Господня Господь сказал Иисусу Сыну Навину Служителю Моисееву Второй стих Моисей Раб мой Умер Итак Встань Перейди Через Иордан Ты И весь народ Сей В землю Которую Я дам Им Сынам Израилевым Седьмой стих Бог опять Обращается К Иисусу Навину Молодому Служителю Помощнику Моисея И он говорит В седьмом стихе Только будь Тверд И Очень Что? Мужествен И Тщательно Храни Исполняй Весь закон Который Завещал тебе Кто? Еще раз Кто завещал? Моисей Тщательно Исполняй То Что завещал тебе Моисей Муж Божий Раб мой И не уклоняйся От него Ни направо Ни налево Дабы поступать Тебе Благоразумно Во всех Предприятиях Твоих Да не отходит Сия книга Закона От уст Твоих Но Поучайся В ней День И ночь Дабы В точности Исполнять Все Что в ней Написано Тогда Ты будешь Успешен В путях Твоих И будешь Поступать Что? Благоразумно Благо Разумно Благо Разумно Два Составляющих Одного слова Благо И разумение Мудрость Мудрость К благим вещам То есть Это еще Другой момент Что будешь Благословен В своей жизни Будешь Благословен В том Что ты Предпринимаешь Применяя Слово Божье Применяя Наставление Мужа Божьего Ты будешь Благоуспешен Ты будешь Благословен Будет Покров Божий На твоей жизни И особенно Второй стих Он говорит о том Знаете К Иисусу Навину Обращается Бог Кто такой Иисус Навин Послушай Он молодой Человек Он молодой Служитель Он помощник Он никогда Не был Первым номером Он был Вторым номером Всегда Он помогал Он знал Что такое Быть верным Он знал Что быть посвященным Он знал Что такое Послушание Богу Он знал Что такое Бескомпромиссное Служение Господу Он знал Что такое Терпеть критику Он знал Что такое Неоднократно Когда люди Осуждали Или готовы Были побить Камнями Или еще Какие-то вещи Происходили Он проходил Через многие вещи И сегодня Бог разговаривает С ним И говорит Моисей Раб мой Он умер Послушай Эта эпоха Она Завершается Приходит Твое время Иисус Навин Приходит Твое время Брать Слово Божье Приходит Твое время Брать Ответственность Приходит Твое время Верить Еще больше Приходит Твое время Перейти Иордан И ввести Тех людей Которые Следуют За тобою В землю Обетованную В их призвание Приходит Время Иисус Навин Когда тебе Нужно Мужество Когда Нужна тебе Вера Когда Нужны Те наставления Которые Ты слышал Которые Ты принимал В свое сердце Которые Ты запоминал Которые Ты записывал Приходит Время Брать Их И применять В своей жизни И верить Богу Как Никогда Возлюбленные Приходит Наше Время С вами Брать Ответственность Подниматься И идти Туда За Иордан Сражаться В землю Обетованную Приходит Наше Время Когда Те Кто Строили До нас Они Полагали Основания Апостол Павел Говорит Я Положил Основания Вашей Жизни Это Основания Иисус Христос Это Фундамент Вашей Жизни Но Каждый Смотри Как Что Строит Но Каждый Смотри Как Строит Это Твоя Ответственность Фундамент Хороший Фундамент Правильный Фундамент С усилием Заложили Со Старанием Заложили В твоей Жизни Но Теперь Твоя Очередь Смотреть С ответственностью На то Как Ты Строишь Что Ты Строишь В своей Жизни И Апостол Павел Говорит Что Одни Строят И сено Соломы Другие Мудрые Строят Серебра Золото И Драгоценных Камней У Каждого Награда Своя У У каждого Последствия В вечности Свои И написано У кого Сено Соломы Дерево Сгорит Сгорит Пепель Останется И все Что ты Захочешь Стать Перед Иисусом И принести Это будет Просто Пеплом Пустым Потому что Не было Драгоценности В том Что ты делал Не было Посвящения Не было Жертвенности Не было Послушания Слову Божьему И воли Господа Это Говорит О своей воле Это Говорит О тех вещах Которые ты Считал Для себя Чем-то Ценным Важным И ты Ставил Это Высшее Приоритет Послушание Господу Послушай Как важно Нам Сознавать Сегодня Нам Живущим Сегодня Что наша История С вами Сегодня Пишется Сегодня Бог Работает С нами Сегодня Бог Работает С твоим Сердцем С твоей Жизнь Сегодня Кто-то Завершил Свой Путь И он Перешел В вечность И получает Награду И Господь Обращается К нему И говорит Добрый Верный Раб Войди В радость Господина Твоего Но кто-то Сегодня Он Проходит Через Испытания Он Платит Цену Он Служит Он Прилагает Все усилия К исполнению Воли Божьей И Нам непросто Нам сложно Иногда И Послушай Это наше время С тобою Это наше время С тобою Понимать Увидеть Понять То что Нам нужно Прилагать усилия Как никогда Чтобы совершать Волю Божью Все силы Все силы Иисус Иисус Который Ходил По Израилю Он Ходил Этими Дорогами И Сегодня Он Горе Ходит По Городам Украины Сегодня Он Ходит По Церквям И Послушай И Сегодня Бог Сегодня Бог Он Ищет Людей Которых Он Может Позвать Следовать За Собой Он Ищет Людей Которые Последуют Голосу Божьему Которые Ответят На Его Призвание Которые Услышат Его Голосы И Он Скажет Ты Следуй За Мной Ты Следуй За Мной Не Каждый Человек Который Видел Иисуса Христа Последовал За Ним Не Каждый Человек Когда Иисус Умер Он Оказался Среди Учеников Не Каждый Человек Когда Он Воскрес Он Остался С Учениками Некоторые Ученики В огорчении Они Уходили Из Иерусалима Хотя Христос Им Повелевал Он Говорит Не Отлучайтесь Из Иерусалима Но Они В огорчении Своем Выходили Из Иерусалима Они Выходили Из Воли Божьей И Иисусу Христу Приходилось Ловить Их По Пути Ловить Их По Пути Встречать Возвращать Обратно Говорить К их Сердцам Напоминать Им О том Что Он Говорил И Знаете Слава Богу За Господа За Его Великое Терпение За Его Великое Терпение Чтобы Работать С Нашими Сердцами Мы Не Всегда Послушны Мы Не Всегда Послушны Но Милостью Божьей Слава Господу Он Продолжает Свою Работу С нами И С Церковью Своей Аминь Слово Божье Обращается К нам И Оно Говорит Нам Первое Коринфянам Девятая Глава Давайте Мы Откроем Первое Коринфянам Девятая Глава И 24 Стих Не Знаете Ли Что Бегущие Наресталище Бегут Все Но Один Получает Награду Так Бегите Чтобы Получить Все Подвижники Воздерживаются От всего Те Для Получения Венца Тленного А мы Нетленного И Потому Я Бегу Не так Как на Неверной Бьюсь Не так Чтобы Бить Воздух Но Усмиряю Порабощаю Тело Мое Дабы Проповедую Другим Не остаться Недостойным Возлюбленные Все Бегут И Мы Все С вами Бежим Свою Поприще Мы Все С вами Совершаем Наш Путь Мы Совершаем Время Нашего Служения Мы Совершаем Наше Время Принесения Плодов И У каждого Из нас Свой Отмеренный Земной Путь Послушайте Никто Не знает Что Нас Ждет Завтра Никто Не знает Что Нас Ждет Сегодня Никто Не знает Потому Что Еще В пятницу Мы Разговаривали С Гриори Павловичем И он Сказал Послушай Давай Поедем Группой Прославления В Кривой Рог Там Такое Сильное Движение Духа Святого Давай Мы Поедем Группой Прославления Чтобы Зажигаться Чтобы Учиться Там Я Помню Мой Первый Приезд Группа Прославления Два Микроавтобуса И мы Приехали Туда И Мы Попали На Венчание Мы Попали На Венчание И Представьте Себе В церкви Ну Это Праздник Венчание Это Праздник Радость И Тут Подходит Ко мне Гриори Павлович Ну Он Знает Что Пастор Мы Познакомились Здрасте Здрасте Вот Мы Хотели Учиться Мы Знаем Что Бог Сильно Движется И Он Такой Подходит Говорит Ты Ты Венчав Ну Что Мне Я Пастор Ну Ну Да В Духе Венчав В Жизни Ще Не Пробував Ще Только Рука Положили Ну Тоді Иди Венчай Вам Смешно Мені Було Не Дуже Я Вам Скажу Это Весь Григорий Павлович Ребята Кто Знает Григория Павловича Каждый Скажет Это Это Он Просто Это Он Вот Он Может Подойти К тебе Конференция Все И Может Подойти Да Ты Скажи Слухай Там Через 15 Минут Надо Призывать До пожертвования Ты Призываешь И Ты Такой Знаете Оно Один Раз У Тебя А ты Такой Святый Божий Святый Помилуй Меня Господи Дай мне Слово Чтобы Чтобы К народу Обращаться Выйти Перед Тысячу Человек И Говорить Слово Слушайте Это Серьезно Все И Смотришь Один Раз Второй Раз Подобно Или Допустим Он Подходит И Говорит Ну Ты Знаешь Что Ты Проповедуешь На Конференции Ты Такой Да Аминь Сколько У меня Есть Времени Подготовиться Ну 15 Минут И В следующий Раз Когда Ты Едешь На Конференцию То Ты Готов У Тебя Три Проповеди С собой У Тебя Есть Призыв К Пожертвованию И Ты Готов Выйти И Молитву Вести И Ты Всегда Готов Ради Господа И Это Вызов Послушайте Чтобы Нерасслабленным Ты Был Чтобы Ты Не Был Человеком Который Приходит Наготовенькое Но Ты Мыслил О Себе Как О Служителе Божьем Ты Мыслил О Себе Как О Человеке Веры Человеке Который Готов Идти Служить Подвизаться А не Просто Расслабленно Сидеть И Ждать Пока Тебе Ложечку В рот Засунут С Готовой Разжеванной Едой В этом Весь Григорий Павлович В этом Весь Наш Благословенный Духовный Наставник Я помню Был момент Такой В моей жизни Когда Два Года Слушайте Я попал Под такое Ну Я не знаю Под жернова Какие-то И он Такой Два Года Меня Слушай Шов Ты бы Там В объединении Да Что Слабо У вас Там Движение Скажу Да Церковь Растет Да Мы Да Не Ну Слабо Ну Слушай Я Такой Ну Боже Милостивый Помоги Мне И Жж Такие Стараемся И Движемся И Все Да Не Ну Слабо Ну Слушай Ну Надо Еще Да Ты Можешь Давай Знаете Какой-то Тренер В зале И Ты Kay 70 Килограмми Боже Милостивый Спаси И Сохрани Хоть Бо Не Привалило Этой Штангой Говорит Да Не Ну Что Ты Слышь Ну Сотку Можешь Выжать Да Не Ну Помилуй Ну Я Еле 70 Дожал Да Не Ну Можешь Давай У нас Было С ним Такое Общение Как-то За Едой Садимся Как Ученики Со Христом и у нас, иногда идешь на обед, и ты не знаешь, что тебя там ждет. Мы такие сидим, кушаем, я расслабился, наслаждаюсь общением, едой. Он такой, тебе надо в Полтаве открыть церковь еще. Говорю, Гриорий Павлович, помилуйте меня, сил не хватает, служителей не хватает, финансов не хватает. Не-не-не, ты не понял, тебе церковь надо в Полтаве еще одну открыть. Я говорю, Боже милостивый, и так на пределе идем, много же церквей, миссионерства, 7 команд миссионерских. Фух, куда еще уже? А он говорит, не-не-не, вот открой, посмотришь, тебе классно станет. Я говорю, не-не, я сейчас не готов, давайте чуть позже как-то все. Знаете, кто понимает, родители, когда ребенок родился, и ты такой уже нянчич, и тебе подходит, слушайте-то, вам надо еще двух. И ты такой, да не, ну помилуйте, тут ночам и не спиму. Проходит где-то год, наверное, опять сидим, кушаем, опять такой я как-то вот. И я говорю, Григорий Павлович, вы знаете, вот я как-то в сердце, из-за такого желания, хотели бы, наверное, церковь открыть в Полтаве еще одну. Он говорит, не-не-не, говорит, две надо, две. И мы три открыли. Я думаю, чтобы уже мало не было, уже три начнем. Вот. И как-то прошло несколько лет, может, два-три года, как открыли церкви, оно ж напряжение, силы, ну, как бы участвуем, помогаем, служителей лучших, отправляем туда в помощь, работаем, программы проводим, чтобы помогать расти церквям. И в таком напряжении идем. И я помню, сидим с ним, кушаем, опять, ну, у меня все лучшее, оно, когда мы кушаем. И я говорю ему, Григорий Павлович, ну, уже ж два-три года прошло, как открыли. Вы ж говорили, что лучше должно стать. Вы хоть скажите, когда станет лучше? Говорю, до сих пор в напряжении идем. Вы знаете, слава Богу за таких людей, которые растягивают нас. Аминь. За наставников, за служителей, которые бросают вызов в нашу жизнь. Аминь. Это благословение. Хотя в тот момент тебе не кажется, что это благословение. Слава Богу за тех людей, которые верят в нас. Первый год в нашей церкви был, и у нас такое классное служение было, годовщина. Приехал Григорий Павлович, какой-то иностранца там привез. Тот проповедует, помазано так сильно, слушайте. Ну, такое помазание, облако славы сошло. Реально я говорю. То есть присутствие такое сильное. Все люди вышли к сцене, встали на колени, плачут, молятся. Ну, такое сильное присутствие. Густое облако славы сошло в церковь. Через пять минут заходит Григорий Павлович с ящиком бананов. Такой, сзади в двери. Выходит, говорит, братья и сестры, с годовщиной вас. Хорошая была проповедь? Да. Ну, ничего, через год вы его забудете. А то, что были бананы, не забудет никто. И он на всю церковь купил бананов. У нас где-то человек сорок было. И, слушайте, ну, прошло сколько лет? Уже семнадцать. Но все помнят то служение. И помнят эти бананы. Но в это время я вам расскажу, что происходило между покупкой бананов и в момент этой проповеди. Я на несколько минут вышел с ним. Он говорит, пойдем со мной. И я сел с ним в микроавтобус. Мы разговаривали. И, знаете, я обратился к нему. Я сказал, Григорий Павлович, то есть год, когда наша церковь началась. Это был сложный период. Очень сложный для меня. Потому что меня перед этим через мясорубку пропустили. И я такой еле по частям как-то пытался собраться. И еще и делать Божье дело старался при всем этом. То есть сложный период был. И я обратился к нему. Я говорю, Григорий Павлович, мы так сидели с ним, сердечно разговаривали. Я говорю, Григорий Павлович, спасибо вам, что вы поверили в меня. Он так повернулся ко мне и говорит, ты еще не знаешь, как я в тебя верю. Я говорю, давай. Давай, то больше, это ничего, говорит, то больше будет. Ты можешь больше. Слава Богу. Слава Богу. Слово Божье говорит нам, что мы все бежим на ресталище. Мы все бежим в свой отрезок времени. И мы все бежим так, чтобы, апостол Павел говорит, я бьюсь не так, чтобы бить воздух. То есть мое служение, оно не просто сотрясание воздуха. Я хочу плод. Я хочу результат. Я хочу видимых перемен. Я хочу, чтобы слава Божья являлась. Чтобы слепые глаза открывались. Чтобы храмы ходили. Однажды один пастор подошел как-то к нему и говорит, Григорий Павлович, помолиться за меня. Ну так надоело, глухие просто. Не слышу там на одно ухо вообще. Ну не слышу. Вообще глухота полная, одно ухо работает. И он, говорит, как-то рассказывал, этот пастор потом рассказывал, говорит, а была длинная молитвенная очередь, уже перемолились. Это был конгресс, ну человек тысяча где-то было. Я вам скажу, когда ты перемолишься за тысячу людей, ну ты понимаешь, что такое воскресенье Иисуса Христа из мертвых. Ну реально. Вот. Ты понимаешь, что такое сила воскресенья. И Григорий Павлович там рассказывал, говорит, тот на следующее воскресенье приходит, говорит, Григорий Павлович, давайте я вас на руки подниму, понесу. Вы за меня там помолились, и чудо, я слышу. А тот говорит, братья и сестры, хотите правду? Знаете, вот как интересно иногда бывает, ну как оно происходит иногда? А говорит, хотите правду? Вот это в подходе до меня, цей брат, пастор, говорит, помолитесь за меня. А я уже так устав, я уже не могу стоять, я уже все. О, никакой уже. И я, каже, ну, махну просто рукой, ну, вот там иди, до Джона иди. Каже, махну рукой, он только брыг и впал. Вот это братья и сестры, правда, каже. Каже, просто махну рукой, до Джона иди. Каже, он и впал, и исцелился. Одна еще была ситуация, когда тоже завершают служение, он говорит, что вот так уже устал, ну, просто уже все, уже. Ну, физически иду в кабинет, уже на второй этаж поднимаюсь. Тут догоняясь сестра. И такие, Григорий Павлович, помолитесь. И он говорит, сестра, давай уже в следующее воскресенье. Все уже, давай. Я уже все, давай все. Вы не понимаете, нужно чудо. У моего брата рак мозга. Его везут в Днепр оперировать. Там вопрос жизни и смерти. И он говорит, ну, слушайте, по мозгам такое сказать, ну, невозможно. Ну, это по уму такое, это просто, ну, здравости ты не скажешь, только в помазании. Та не будет никакой операции. Иди. Привозят этого брата, подтвержденный диагноз, Днепре, анализы, все, все, все подтверждено. Привозят в Днепр. Делают перед операцией, потому что сложнейшая операция. Делают все повторно, потому что положено так. И ничего нет. Послушай, нам нужен Бог. Нам нужен Бог. Нам нужен Бог в нашей жизни. Не в нашей силе, но, послушай, в нашем посвящении, в нашем следовании, в нашей вере к Христу. Нам нужен Бог. Все бегут на аресталище. Но апостол Павел говорит, я бью не так, чтобы бить воздух. Я сражаюсь ради дела Божьего, ради плода Царства Божьего. Нам нужно так жить, братья и сестры. Мы верующие. Это наше время с вами. Это не время дурковать. Это не время строить из соломы свою жизнь. Это не время бесам давать место в нашей жизни. И думать, и так сойдет. Ничего, падает стена, там, ничего, бревном под опру, и так сойдет. Послушай, пройдет время, твоя жизнь завершится, твой момент встречи со Христом станет. Что ты принесешь Ему? Смоковница бесплодная, она засохла. Почему? Откуда она засохла? Кто помнит местописание? Откуда она засохла? Высыхание откуда началось? С корня началось. Послушай, корень неправильный был у этой смоковины. Листья правильные, дерево стоит, вроде зелененькое. Но послушай, корень неправильный был. Корень бесплодный был. И из-за того, что корень был бесплодный, послушай, она высохла, по слову Господню, от корня высохла до верха. Послушай, бесплодие – это проклятие. Бесплодная жизнь – это жизнь без Христа, без силы Божьей. Хуже нету в этом мире бесплодной жизни. Бурьян, написанном Слове Божьим, собирают и бросают в огонь. А пшеницу собирают куда? В житницу Божью, небесную. Послушай, будь пшеницей Божьей. Будь посеянным, будь возрастающим, умножающимся. Будь человеком, проповедующим Слово, приводящим к Христу, знакомящим со Христом. Аллилуйя. Написано Откровение, 3 глава. Давайте мы откроем книгу Откровения, 3 главу. Написано 3 глава, 11 стих. И Господь обращается к церкви, Господь обращается к тебе сегодня. И Он говорит, все гряду, когда? Скоро. Держи, что имеешь. Что тебе доверено? Дары, таланты, способности, время, дарованное тебе, ресурсы, дарованное тебе. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Потому что есть Тот, Который хочет украсть у тебя призвание, лишить тебя плода, остановить тебя в служении Богу, остановить тебя в хождении в вере. Есть Тот, Который 100 тысяч причин готов тебе подложить, сбить тебя с пути Божьего. Есть Тот, Который нашептывает, есть Тот, Который находит других людей, которые будут сбивать тебя в служении Богу. Есть Тот, Который в сердце твое будет какие-то глупости вкладывать, глупые мысли какие-то, которые приведут тебя к бесплодию. Послушай, держи, что имеешь. Имеешь Слово Божие, держись его. Имеешь откровение Божие, держись его. Знай, что Бог есть, что ты на суд Божий будешь приходить. Держись этого понимания. Знай, что есть Господь в твоей жизни. Посвяти Ему жизнь свою от начала и до конца. Достойно проходи жизнь, чтобы когда завершится путь, ты услышал этот голос. Аллилуйя! Это будет самой большой радостью, когда ты придешь на небо, когда Господь тебе скажет, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего, получи награду твою. Аллилуйя! Когда к Иисусу Навину обращается Бог, Он говорит первое лицо, Он говорит о Моисее. Он говорит, раб мой, раб мой. Это Иисус Господа, это честь слышать это. Это честь слышать оценку своей жизни, финал своей жизни. Раб мой, Моисей. Раб мой. Аллилуйя! Это лучше, чем быть рабом греха, рабом зависимости, рабом похоти своей, прихоти своих, рабом каких-то вещественных вещей в этом мире, которые моль съедают потом, в результате. Послушай, лучше быть рабом Божьим. Аминь. И написано, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Двенадцатый стих. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего. Все боятся число 666. Ой, это может идентификационный код. А, это ковидный паспорт. Ище что-нибудь. Слушай, да они этого бояться надо. Бог написано, что он напишет имя свое на тебе. Послушай, на тебе будет написано имя Божье. Вот это самое важное. Все боятся там каких-то 666. Бога бояться надо. Любить его надо. Служить ему надо. И ты автоматически туда не попадешь. Вот это. Поклоняйся Господу Богу твоему и служи. Все. Ты не попадешь в эти ловушки сатаны. Какие бы он ни расставил. Но ты их не продумаешь никогда. Не просчитаешь. Он лукавый. Он лжец. Дьявол. Но послушай, служи Богу. Посвящай себя Богу. Иди за ним верой и правдой. Послушай, всегда будет награда. Всегда будешь успех. Всегда будешь благословение. И даже если завершится путь. Аллилуйя. Это не потеря для тебя. Это приобретение. Аллилуйя. Потому что награда тебя ждет. Венец нетленный. Достойно надо совершать свою жизнь. Со Христом. Аминь. Достойно. И написано. Несколько мест Писания. Прочитаю. Мы будем молиться с вами. Переходить к причастию. Написано 2 Коринфянам. Давайте мы откроем это местописание. 2 Коринфянам. 5 глава. И написано с 1 стиха. Апостол Павел пишет в церкви в Коринфах. И он говорит. Ибо знаем. Скажи. Знаем. Что-то мы должны твердо знать. Написано. Ибо знаем, что когда земной наш дом. Это хижина. Разрушится. Мы имеем от Бога. Жилище. Скажи. Жилище. Написано на небесах. Аллилуйя. Дом нерукотворный. Вечный. Воздай Богу славу. Апостол Павел говорит. Оттого мы не воздыхаем. Желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам одетыми не оказаться ногами. Он предупреждает. Ребята. Чтобы когда мы скинем хижину нашу. Временную. А время облечься. Вот достойно. Чтобы ты пришел. И тебе достойно. Тебя одели. Достойно. Аллилуйя. А то сбросить сбросишь. А одеться фиговым листом только прикрыться. И оправдаться. Это не я. Это Ева согрешила. Она меня в грех вела. Пусть Бог даст нам благодать в этом. Мыслит так. Что земная хижина. Наш дом. Он разрушится. Он завершится. Нас ждет что-то лучшее. Аминь. И в Евреям. 13 глава. Давайте мы откроем. Евреям. Посланник Евреям. 13 глава. Апостол Павел обращается к церкви. К народу Божьему. 13 глава. И 7 стих. Помните наставников ваших. Которые проповедовали вам Слово Божье. Апостол Павел особенно говорит в этом месте Писания. Говорит. Вспоминайте тех, кого уже нет среди вас. Тех, которые ушли в вечность. Смотрите на их жизнь. То есть здесь написано. Поминайте наставникам вашим, которые проповедовали вам Слово Божье. Взирая на конец их жизни. Подражайте вере их. Взирая. Вот это слово в оригинале текста говорится. Пристально смотрите. Вникайте в их жизнь. Обратите внимание. Приложите усилия. Сердце свое. Замечайте, как они жили. Замечайте, как они жили. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы были теми наставниками, которые могут передать веру нашу. Достойно. Аминь. Прожить достойно. Оставить добрый след достойно. И здесь говорится, помните наставников ваших. Помните уроки, которые они преподавали. Помните то ценное наставление, которое вы приобрели. Хождение в вере. Эти вещи, они незабываемые. Это отпечаток. Это живой отпечаток Христов в нашей жизни. Через людей веры. Аминь. Через мужей Божьих. Через наставников, служителей Божьих. Аллилуйя. И Иисус Навин вошел в землю обетованную по слову Господню. Потому что и в его жизни был Моисей, раб Божий. Был человек, послушный Богу. Был человек, служащий Богу. Был человек, верно следовавший за Господом. В любых обстоятельствах. Пусть Бог благословит, чтобы и мы были людьми для наших детей. Людьми веры. Людьми послушания Богу. Людьми влияния Божьего. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Церковь. Братья, сестры мои. Давайте мы поднимемся на наши ноги для молитвы. Мы будем молиться о том, чтобы нам достойно совершать путь нашей жизни. Чтобы вспоминая наших наставников, мы помнили то доброе наставление, учение. Я мог бы целое служение рассказывать вам притчи, встречи, наши общения с Гриори Павловичем. И эти вещи, они прописаны внутри. Послушай, они прописаны в памяти, они прописаны в сердце. Они помогли мне, мне стать тем пастором, который сегодня я являюсь. Я научился у него многому. На уровне духа, на уровне общения, на уровне сердечного общения. Это большая цена, это большое сокровище, такие люди в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. В Евреям 12 главе написано, что вокруг нас большое облако свидетелей. Большое облако свидетелей. И сегодня я знаю то, что наш Гриорий Павлович смотрит сегодня на нас, драгоценная церковь, на плод, на многие церкви, которые в Украине, на тех пасторов, епископов, миссионеров, на тех спасенных людей, тысячи, тысячи спасенных людей. Это десятки тысяч. Послушай, это наш батюшка, это наш духовный отец. У него хватало дерзновения и в Афганистан съездить, не на курорт, понимаете? Попроповедовать Евангелие там, мусульманам. И при том поехать, и еще и крестить многие семьи водным крещением там. И когда его зареклись убить, или его дочь украсть, послушай, он все равно не остановился. Он все равно служил. И несколько раз он возвращался в Афганистан, он приезжал с угрозой для жизни, и он все равно проповедовал. Но безбашенный, безумный Христа ради. Вот сколько я его знаю, всегда безумный Христа ради. По сумасшедшему верил Богу. В людей верил. Аллилуйя. Потому давайте мы помолимся. Есть великое облако свидетелей, мужей Божьих, апостолов Божьих, которые смотрят сегодня на нас с небес. И написано нам, что взирайте на начальника и совершителя веры, который есть Христос. Проходите достойно поприщи ваши. Давайте молиться об этом. Продолжение следует... Продолжение следует...